22 мая в студии телеканала Универс ТВ состоялся прямой эфир по вопросам обучения в Казанском федеральном университете. Гостем студии стал проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Во время прямой связи проректор ответил на вопросы, интересующие как студентов, так и преподавателей вуза. Гость нашего сегодняшнего стриминга, которого с удовольствием представляю, это проректор Казанского федерального университета по образовательной деятельности Дмитрий Альбертович Таюрский. Больше всего зрителей программы интересовали вопросы, касающиеся дистанционного обучения, на которые КФУ, напомним, перешел 19 марта. По словам проректора, дистанк показал себя хорошо, в нем обнаружились и некоторые плюсы. Конечно, нюансов достаточно много, и наш опыт работы в режиме дистанционного образования, который мы начали фактически с 19 марта, а это означает, что буквально на этих днях мы работаем в таком режиме два месяца, подтвердили, что есть масса вопросов, но в то же время мы получили четкий ответ, что все эти вопросы решаемы. Самой важной темой как для студентов, так и для преподавателей оказался вопрос отмены государственных экзаменов. Проректор дал ясный ответ на этот вопрос, однако подчеркнул, что студентам нужно уточнить информацию в деканате своего института. И студенты, если они что-то недопонимают, могут обратиться в директорат или в деканат соответствующего института, и им дадут там полный ответ. Также Таюрский отметил, что в университете налажена практика, по которой староста группы может напрямую обратиться с вопросами к администрации университета. Пожалуйста, вот у нас налажен очень хороший контакт со старостами всех групп. Значит, я каждый семестр дважды вместе с проектором по социально-воспитательной работе, мы же видим, встречаюсь со старостами групп. Эти у нас традиционные встречи есть. Старосты знают мой электронный адрес, почты. Этот адрес есть, кстати, на сайте университета. Присылают мне вопросы. Я всегда на эти вопросы отвечаю. В заключении проректор сказал, что университет сделает все возможное, чтобы двери аудитории распахнулись для первокурсников 1 сентября 2020 года. Вообще говоря, возможно так, что весь первый семестр нового учебного года страны-студенты будут учиться в режиме онлайн. Вполне возможно такой вариант. Мы планируем начало учебного года до 1 сентября. Лев Диденко, Универ Ньюс.